В вину Олегу Шишову следствие ставит пособничество в растрате более миллиарда рублей бюджетных средств. Деньги выделили на океанариум. Строить его начали на русском острове в 2010 году. Большое дело доверили компании «Мостовик», которую и возглавлял обвиняемый. Он же подкупил главу дирекции по строительству в ДВФ у Андрея Поплавского. Тот незаконно оформлял приемку работ от «Мостовика». В итоге стоимость океанариума увеличилась на миллиард рублей. Свою вину Шишов в ходе следствия признал. Чистосердечное суд Фрунзенского района учел. Суд приговорил. Шишова Олега Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Олег Шишов от последнего слова не отказался. И с журналистами тоже охотно говорил после суда. В прессе экс-строитель океанариума заявил, что с приговором не согласен. Вину признал, деньги вернул и государство больше ничего не должен. А значит за решетку ему идти не за что. Что мы вернули, я об этом заявил, и это есть в документах, 5 миллиардов рублей. При непринятых примерно таких же суммах выполненных работ. Если мы в марте 2014 года выполнили на 94-96 по разным оценкам объем выполненных работ на океанариуме, а с нами рассчитались только на 57%. А считайте, это все документы. Приговор адвоката Шишова намерена обжаловать в суде высшей инстанции. О следствии предстоит выяснить, действительно ли подсудимый вернул до копейки растраченный миллиард рублей. Наталья Смоленинова, Константин Селезнев, Панорама.